Как вы считаете, что лучше? Обычная пушка и маленький пулемётик зенитный? Или большой пулемёт и коротенькая пушка? Я не знаю ответа на этот вопрос, сегодня посмотрим. Но вообще, считаю, что лучше побеждать в бою, и неважно, на этом танке, на этом танке, или даже на этом. Так что предлагаю отправиться туда и рассмотреть сегодня стюарты М8 и М3. И заодно попробовать победить. Короче, погнали. Почему мне так вдруг резко захотелось проверить какого-то там М3 Стюарт? Ну, я считаю его одним из самых лучших начальных танков. Посчитайте сами, какие у него есть плюсы. Первый плюс — подвижность. Он быстрый, как и все другие практически танки на этом боевом рейтинге. Хорошие, скажем так. То есть он не сильно уступает какому-нибудь ПТ-5. У него есть классическая 37-мм скорострельная пушка. Посмотрим на её урон. Он был не очень хорошим, но для боевого рейтинга, на котором находится Стюарт, а это 1.7. Вроде как и, наверное, фиг бы с ним. Да и скорострельность, опять же, выручает. Есть у него возможность даже что-то танкануть. Она, конечно, совсем невелика, потому что броня у этого лёгкого танка такая сомнительная. Ну, с обобными снарядами нынешними вполне себе. И самое главное, наверное, в этом всём — это то, что у нас есть ещё и стабилизатор. Одноплоскостной. Плечевой упор, точнее. Он позволяет на небольшой скорости как-то легко целиться, быстро наводиться. В общем, приятный танк по всем фронтам получается. Ага. У нас вся команда приехала на С. Ну, захватим и, наверное, попробуем потом куда-нибудь сместиться ближе к Б. Нам надо захватить Б. После этого потихонечку начнут капать очки в нашу пользу, я так полагаю. Хочу ли я смотреть в этом направлении? Или лучше вот здесь поискать врага? Хотя наши проехали так далеко вперёд, что я не уверен. Они сейчас там все поумирают, а я вот поеду вообще лучше тогда отсюда сзади. Да, он штук третий уже вшатал кого-то, БР-2 и 3. То есть, получается, мы внизу списка. Не так всё просто в датском королевстве. Погнали потихонечку к точке Б. Хотя уже, наверное, пора практически возвращаться на С. Как-то наши все резко куда-то либо сместились, либо насмерть рассосались. И вообще, я не понимаю, у врагов ещё целая команда, но... Куда-то она вся как будто бы исчезла. О, М-8. Здравствуй, братан. Так, он решил покинуть технику. И вот, собственно, сделав круг, и даже не успев к точке... К этой, к точке Б как-то сместиться, мы возвращаемся на круги своя. Ага, урон, конечно... О! Понял! Надо было просто его позвать, точно. А то я всё думаю, где урон? А урон, а вот же он. Просто, наверное, неправильное имя выкрикал. Его зовут не урон, а не знаю, как-то иначе. Так что пощекотали штуку брюки. Он в них притрунькнул, припунькнул. И можно, думаю, двигаться далее. Так какой далее? Опять наши умудряются пропускать врага туда вон, в каком-то огромном количестве. Так, по-моему, я сейчас умру, да? Доиграюсь. Нет. Под наклоном пробития просто нема. Блин, я хотел дальше поехать, но... Но у меня слишком много врагов на той линии. Надо защищать точку С. Как-то слишком рано. Ну, Б вроде наши начали забирать. Ну, или как начали забирать? Скорее, они хотят это сделать. О, минус командир и минус механик. Как хорошо, что на этих боевых рейтингах все относительно небольшие. О! А мне повезло. Вот вам и броня. Я не знаю, как он умудрился меня совершенно не пробить, но... Слушайте, а он рамбует? Неужели я сейчас доиграюсь? Слушайте, и он вообще не хочет со мной нормально себя вести. Он будет наступать, пока не убьет меня, да? Бам! Командир-водитель. Да, добил. Блин, он успел выстрелить и сломал мне башню. Ну, ладно. Только привод башни. Да откуда? Думал, сейчас починюсь, ага. А там опять в проезд выезжает какая-то хреновина. Ну, слушайте, четверых. Легко. Конечно, учитывая, как далеко мы забурились, не мог я со всех сторон всех перебить. Причем, знаете, что самое тупое? Здесь союзники, здесь союзники, везде союзники. А я почему-то умер. Как так выходит? Ну, предположим. Давайте возьмем теперь вот этого Стюарта. У нас что есть? Кумулятивы. Перезарядка 3,5 секунды. Такая же быстрая. Ну и главное, крупнокалиберный браунинг на крыше. Который пробивает те же самые миллиметров 30 брони. И позволяет неплохо себя чувствовать в этом самом бою. Может быть, даже еще и поспевать самолеты. А вот башня открытая, проветриваемая. Так сказать, экипажу не будет жарко, но с другой стороны... Это ли то, чего мы добивались? То преимущество, которое мы заслуживали. Удобство работы в игре-то не отражено. Летят какие-то там вражеские враги. Ну, меня больше интересует пока наличие союзных союзников. Вроде как они есть, но... Погоди, так это враг там. ЛВТ куда-то туда вон топиться, что ли, поехал? Непонятно. Блин. Как же мне бы по тебе пострелять, ты негодяй? О, попадание. Критические повреждения. И... Он будет падать, не будет? Слушайте, у меня проблема. Я вот не с самолетами вызывался воевать. Мне бы танки поковырять как-то, но... Знаете, раз уж... Раз уж сильно просят, наверное, стоит... Поучаствовать в этом избиении. Правда, как-то избиение не очень задалось. Во! Ё-моё! И... Доигрался. Не занимайтесь хернёй. Занимайтесь делом. Любите своё дело. Вот я должен был танки убивать, а убил самолёта. После этого меня наказали. С другой стороны, ладно, у меня ещё есть вот такая... Я конченый. Как это неожиданно можно было осознать? У меня же зенитка была с двумя браунингами. Прикольно, да? Тут на танке... Повесили браунинги такие. А вот тебе зенитка всего лишь с двумя. Да, это в два раза больше пауа. Но, к сожалению, М8-го это не спасло в нашем исполнении. А самое тупое, что у М8-го была возможность танки убивать, а у меня вот уже теперь нет. Мы, правда, побеждаем, поэтому я мог себе позволить такое. Естественно, я это сделал только с той подачи, что, в принципе-то, наплевать. Бой выигрывается как-то без моего активного участия. Ну, как бы, точнее, я вроде участвую, только почему-то враги и без моей помощи не хотят захватывать эти точки и вообще жить не хотят. Так, в целом. Закинем туда артиллерию и валим. Надеюсь, наши просто их всех сейчас покрошат в салат. О, нам на Б надо ехать. Я боюсь, я, конечно, могу не пробить врага там. Но, тем не менее. И вот эта часть в кустах прячется, позицию себе находит в норке. Так что, давайте двигаться на Б. Теперь уже, конечно, не время веселиться. Чтобы быстро победить и отправиться в следующий бой на стюартах, нужно показать, что мы достойны этого. Мне что-то подсказывает, что мы не успеваем. Да. Я не захватил точку до того. Где он? Опа, вот он. Опять самолеты в самое ненужное время появляются. Ну, ладно. Попадание навесил. Вон он едет. Кто бы то ни был. Ты кто? Это БТшка. До свидания, БТшка. Там еще кто-то. А я его не пробью, да? Мое любимое. Так, уезжаем. Мэйдэй, мэйдэй. Попытка была хороша. На этом все. Опа. Ты куда летишь так красиво? Юнкерсы, юнкерсы летают. Злые юнкерсы немецкие. О! А он зачем-то съехал с точки. Тупость-то какая. Он, конечно, сейчас приедет меня добьет. Точнее, наверное, он просто попробует это сделать. Ну, точку-то я уже сбил. Блин, я не могу от него спрятаться здесь нигде. Тупо негде. Ну, встану здесь вот так. Замру. Сделаем вид, что я просто исчез. Тем более, что его встретил кто-то из наших союзников. А мне, наверное, надо попробовать прикрыть народы. Первый пошел. Да что ж, ты погибнешь или нет? Он решил не умирать, потому что... Ну, а зачем? С критическими повреждениями летается не так уж и плохо. Так, посчитал он. А моя лента, то ли бронебойная, то ли какая, повреждения ему просто наносит, а он дальше летает. Вообще кайфарики, кайфушек. Есть карпуша в смешариках, а есть кайфуша. Вот, видимо, это кайфуша какая-то. Так, ну ты-то погибать будешь? Вроде я его всего просто сполосовал. Слишком легко. Это не бой. Где челлендж? Где слезы? Где боль? Когда ты делаешь 15 фрагов, все равно не можешь победить. Хотя, я думаю, мне не стоит кликать такие бои. Они сами произойдут. Ну, а это легкая победа благодаря команде. Есть за что ее похвалить? Хвалю. Погнали в следующий. Раз уж я так плохо обошелся с этим танком, и использовал его в качестве зенитки, а не в качестве танка, поначалу, то, возможно, стоит исправляться. Я тут при помощи нехитрой математики пришел к следующим выводам. Снаряд с названием М-67, и количеством взрывчатки в 500 с лишним грамм заслуживает деление на 2. И теперь у меня 33 снаряда, а? Вы, если попытаетесь найти логику, то, мне кажется, вы умрете. Но, тем не менее. Давайте по предложенному пути. Вот зря, наверное, я сюда, да? Я хочу быстро по третьей линии добраться ближе к точке B для того, чтобы потом начать реализовывать свои возможности. Но мои возможности я могу пулеметом реализовывать сейчас, да? Блин. Я не попадаю. Пожалуйста, браунинг, сделай это. Вроде я должен пробивать всех их крупнокалиберным браунингом, но урон заставляет меня поверить в то, что я идиот. Ну да, гепарда с дистанцией все равно хрен пробьешь. Ладно, давайте не будем заниматься ерундой. Я понимаю, что этот браунинг это серьезное оружие, но попробуем курсировать между B и A и побеждать. Не знаю, что получится или нет, но попытка. Так. Сюда прям, я смотрю, это едут в больших количествах. Башня не ворочается, поэтому стоим и ждем. У нас тут всего-то всего-то вся команда. Приблизительно. Блин, главное, чтобы не все сразу. О, трансмиссия. Не все сразу. Не все сразу. По одному, талибские морды. Ой. От него отрикошетил кумулятив, и его добили. Серьезно? Одного из пулемета. Другого банкой по голове. Хрясь. От третьего добили союзники. Ну, это было забавно, конечно. Рикошет кумуля просто от жопы. Когда я должен был попадать четко ему в затылок сюда. Ну, ладно. Допустим. Мы в любом случае защитили точку. А именно этого я и добивался. Слушайте, а я увидел там танк. Как насчет веселой математики? Бэм. О, очень веселая математика. 500 грамм взрывчатки в нашей веселой математике приблизительно ничего не делают. Какая-то это сам... Это не веселая математика. Это бесполезная математика. Слушайте, у меня сейчас спереди, по-моему, кто-то собирается выезжать, да, на моего 28-го. Ну-ка. Вот так вот аккуратненько, 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 аккуратненько. И хлоп Минус Кумулятивы все-таки могут Бам, командир А у меня остался пулемет Ты же пой... У меня кончились снаряды Блин, как не вовремя кончились патроны на пулемет Ну ладно Очень жаль на самом-то деле Можно было куда большего добиться Ну, слушайте, мне кажется на М3 стюрте все-таки проще в этом плане Боекомплекта больше Урон орудия должен быть несколько более стабильным Да и попадать проще Хотя Браунинг в этом случае, по-моему, убил Столько же, сколько уничтожил Мой кумулятива плюй Хе Что в целом делает его крайне занятым А вот мелкашный Браунинг, конечно Ни в какие сравнения не идет С этим стюартом обычным Ну, с другой стороны Это больше танк, чем зенитка А там наоборот, видимо Такое что-то среднее Причем у него вроде как нет никаких проблем с тем Чтобы поднять пулемет чуть ли не в зенит И расстрелять вообще все У нас есть слева те танки, которые туда вначале проезжали Или... или нет Как он погибнуть умудрился? Откуда там панцир-ягер? Где он... Куда он делся? Точнее, откуда он взялся? А потом уже спросить надо, куда он делся А, вон, 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 вон Что-то едет Что ты такое? Ты злое итальяно Я не могу прострелить его Из-за того, что двадцать восьмерка мешается А если вот так? О! О! Это был, оказывается, панцир-2 Бедный пазик Вообще не в него, как бы Хотели Хотели в итальянце, которого там не было Ну, ладно Спасли двадцать восьмого Медаль на грудь нам Барабан на шею Там кто-то еще воюет? Или это наши там развлекаются? Судя по всему, он... Но они развлекаются Опачки Ты кто такой? Могу ли я его уничтожить мелкашками? Нет Да! Я не только мелкашками его не могу уничтожить Это и пушек касалось, что ли? Да как ты посмел? Забрать мой фраг И вообще у нас точку снимают Да, реакция примерно картошки А ну вернись Самое тупое, что он просто Решил в самый угол, видимо, забиться Ёпсель! Дай иметь... Я зацепился Как хорошо, что этому оказалось абсолютно наплевать К чем я? Обо что я споткнулся? Я вообще не понял, что произошло Рвутся бомбы Взрываются танки Где? Уезжать Надо уезжать Все, что я думаю по поводу того, что Самолет здесь есть Надо уезжать Попадание Все, валим, 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 валим Да, 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 да Мы уехали Слава богу Ё-моё! Что? Да хватит! Как вовремя я оказался за этой штукой Он не смог меня уничтожить из-за этого Ай-яй-яй-яй Как хорошо Где ты? Где ты, злое зло? Летящее на крыльях ужаса Как много у меня пулеметов, а? Почему я не попадаю ни одним? Ну, с другой стороны Пофиг Самолет сбит Вот так вот на меня лететь Ты можешь очень сильно поплатиться За то, что попытаешься со мной повоевать Как с самолетом Броня-то у меня Не самолетная совершенно Он будет пытаться на меня еще раз заходить? А самое главное Чем я занят? Почему я не воюю с танками? Опять занят какой-то ерундой самолетный Ну, наверное, потому что Зенитный пулемет здесь все-таки тоже есть Это дает нам несколько очков форы Хотя Крупнокалиберный браунинг Повеселее был бы, наверное Еще повеселее было бы то Если бы я попадал по ним Тогда мне, в принципе, было бы Без разницы, наверное, какой у меня пулемет Да, слушайте, мы как-то Слишком легко побеждаем Необычно Обрати на меня внимание, братан Куда ты летишь? Эй! Лети на меня Почему они этого не делают? Чем я их так расстраиваю? Что они не хотят на меня обращать внимание И вообще они Ничего не делают совершенно Они просто Просто летают куда-то То есть Задача для авиации не ставилась Как я понимаю О! Давайте запулеметим его И Просто его с пушки разорвем А он бомбы нес Я думал, он к тому моменту уже Успел откидаться Но нет Еще один Попадание Критические повреждения И он еще меня пытается Штур... Ха-ха-ха-ха Что происходит? Кто мне объяснит Что в этом бою творится вообще? Почему они летят Самоубиваться об меня? Самое главное Как я еще жив остался Когда меня и ракетами И бомбами пытаются утюжить Кто-то решил выкрутить Зрелищность на максимум А еще у нас каким-то образом Опять точка Б падает Как он туда прошмыгнул-то? Через какие места? Так Я не могу это пробить, да? Ладно Стой на месте и не двигайся О! Ничего себе Он даже решил мне Внять И все Тут еще кто-то есть Помимо нашего Лол! Да откуда вы беретесь-то здесь? Откуда вы беретесь? Это какая-то Бредятина Союзники везде И все по красоте Но выезжает враг И забирает Б Какого черта? Откуда они взялись? Кенни приехал Они Не убили Кенни Вот может поэтому мы и побеждаем? Абсолютное сумасшествие Девять фрагов Два самолета Три захвата точки Да я в десяти боях Такого экшена бы не увидел Как здесь за один Слушайте, ну Стюарт Затащил, так сказать За все И даже то, что у него есть Мелкашный браунинг Но зато зенитный Очень сильно его бустит Не только заборчики Можно ломать Но и самолеты без брони Вот эти Начальных рангов Пять тысяч очков С ума сойти Погнали Еще один боек Попробуем Ну что ж Давайте попробуем Еще разочек на М3 Как-нибудь въехать И всем раздать Я думаю, что По классической схеме Надо попробовать С этим Справиться Как именно? К точке С Прорываться И, соответственно Потом от нее Поджать этот треск И надеяться на то Что наши на А и Б Как-то Утрясут ситуацию Потому что Технически Точки А и Б Конечно Ближе друг к другу И их проще контролировать Но Как это? Проще Я так понимаю На этих боевых рейтингах И с нашими союзниками Ничего не проще Поэтому Давайте попробуем Защитить С Ну, захватить ее Для начала Потом Захватить, защитить А потом уже действовать По обстоятельствам В конце концов Мы одни Врагов 15 Или сколько там их Не знаю Много, короче говоря Сейчас будет мясо махать Да и вообще Нам просто может Не повезти Ну, для этого У меня есть ОМ-8 Слушайте Неужели мы Блин Я промазать умудрился Это как? Человек играет В тундру 10 лет Не попасть Разве Разве эта опция Должна быть Для меня доступна? Смотри-ка Живой Ну-ка Давай Выезжай Будем говорить С тобой О! Попал Только не пробил Потому что через дом Видимо Ему засандарил Я боюсь проезжать Сильно дальше На самом деле Тем более У нас там М2 Есть Это Дайте-ка Попробуем Вот так Пострелять Через Через Дома Шансов Немного Но Лучше так Чем сейчас Под него подставиться И Подкинуться Внезапно Тем более Вряд ли он представляет Какую-то огромную угрозу Для этой точки Б тем более Мы захватили Катается М8 Да Он все еще Вон Там Живой Жив Цел Здоров Хотя Возможно Ладно Не очень здоров Все-таки С ним воюют Надеюсь Его Уничтожат Хотя Судя по Виду Моих союзников Резко Им стало Как-то Грустно И Нифига Они его Не уничтожили Хочу ли я Направо Попытаться Нырнуть Думаю Что хочу Так Ныряем Сюда Он все еще Живой Это Самое Странное Мне казалось Он должен Погибнуть Давно На Все С этим Покончено Когда я думал На самом деле С ним Мы покончим Просто Одномоментно И мне даже Не придется С ним Никак Справляться А оказалось Он перебьет Половину Нашей команды Блин Ну ладно Я пока останусь На этом фланге Далеко От всех Странно Что Они Не летят На С Как бешеные Обычно Захват С вызывает У них сразу Приступ Ярости Берсерка Как из Аниме Так сказать Они такие Лететь Убить Ну Пока Как-то Что-то вяло По одному Человеку Так сказать Едва Едва Стиснув Зубы Куда-то Едут Так Это Вроде Тоже Живое Ну Здесь Сложновато Да Это Т-26-4 Получается Что ли Давайте Пока он Отвлечется На А мы его Не пробьем Отсюда Никак Наши Союзники Поехали Стесывать Зубы А вражеский Респаун Судя по всему Я не очень Хочу Это поддерживать И тем более Здесь летят Самолеты Так Ишачку Почесали Брюхо Правда Без Особых Результатов Может быть Он вернется Ко мне Ну Он Это Делает Правда Не совсем Ко мне Мелкашкой С такой Дистанцией Наверное Бесполезно Пытаться Работать Тем более Там еще Летит А он Просто Решил Разбиться И фраг Мне отдали Что ж Одобряю Действия Игры В этот раз Нет Смотрите Они решили Не умирать Об респаун Хотя Обычно Они этим И заняты Примерно И вообще Вражеская Команда Она вся Попересаживалась На самолеты И вся Поумирала Просто Это тот самый Редкий день Когда походу Наоборот Ну то есть Не моя команда Решает умирать Вся подряд А Команда противника К ним Туда Вот всех Так сказать Заслуженно Засунули Да ладно Как Как я попал Это второй самолет В этом видосе Который я сбиваю Из пушки Причем Ну Действительно Что Сбиваю Какая же Хорошая Получается Баллистика У Этой 37 Миллиметровки Я вообще На самом деле Хочу просто Его на себя Накликать Не знаю Уж получится Или нет Но Так Попытка Не пытка Потому что Мелкашками Не попасть А ну и вот Я доигрался Да А ну вот Как раз Наши все Наконец-то Поумирали На респауне Я такой Ну мы уже Победили Да нет Нифига Мы еще Не победили Потому что Все это еще Требует времени Хотя все Точки захвачены Ну с другой стороны Я ни о чем Не жалею Потому что У меня есть Крупнокалиберный Браунинг Теперь И у врага Есть проблема Актуального Толка Например То что у них Сейчас будет Отсутствовать Авиация Ну давайте Подождем Они поближе Подлетят И мы По ним Как нибудь Поработаем Вот он Подлетел Поближе Я на кочках Попрыгал Ни разу Не попал Нормально Он Сюда Воткнулся Туда Воткнулся Да будет Он гореть Там Не знаю Страдать Что-то с ним Произойдет Японец Безбронный Не знаю На каких Остатках Живой силы Он вообще Летел Наверное Дул назад Ну и оно Знаете Как в паруса И оно Летело Ну а что Японский Самолет Сделанный Из рисовой Бумаги Принцип Способен Наверное Летать Сам собой Знаете От порыва Ветра А панцирь Ягера Было бы очень здорово Наказать Но как раз Карты Где нужно Стрелять На приличные Или Неприлично Большие дистанции Наоборот Поэтому Все не так-то просто Вообще Что я тут делаю Я не знаю Опять же Но не похоже На то Что они собираются Как-то побеждать В этом бою Некому уже И они умудрились Просто все Поумирать А самое главное Не просто поумирать А еще и Повыходить У них как будто бы По одному танку У всех И не более того Очень странная история Как так Я рассчитывал на то Что что-нибудь Обязательно пойдет Не так Но нет У нас просто вон Союзники Помимо моей помощи Со сбитием Трех самолетов Почему Почему я на стертах Сбиваю больше самолетов Чем делаю наземных фрагов Ну или как минимум Столько же Ужас какой-то Да все Это победа Даже смотреть не за кем У них танки Гончились Так сказать Эффективная игра На победу А что вы от меня Хотели Давайте еще один Боек Так Ну что ж Польша Прекрасная карта Для того Чтобы поджать Кого-нибудь Где-нибудь Но Не уверен Насколько Аааа Знаете что я Я Аааа Я Аааа Придумал Что я хочу сделать Я хочу попробовать Проехать по Делине Наоборот По городу Где Не так часто Кто-то ездит Хотя и бывает И подъехать Вот сюда К Их горе Потому что Нередко Там кто-нибудь Может стоять А самое главное За ней вроде как Можно укрыться И стрелять По респауну Если ты до нее Доедешь Конечно При этом Ну как бы Напрямую Не поджимая Респаун Соответственно Ты в относительной Безопасности Находишься Потому что Тебя не подсвечивает Это Дает мне Возможность Соответственно Там как-то пожить Ну техническую А как оно На самом деле Будет Это большой вопрос Потому что Нас могут застрелить С точки С Если туда поедут Вот как раз Это нам и предстоит Выяснить наверное И вот сюда Вообще закинем Просто артиллерию Тем более Здесь тоже Орта Только я не понимаю Это от союзников Или от врагов Стоит ли мне Влетать быстрее Чем все Или стоит Помедлить Судя по звукам Кто-то тут Ну Есть И самое главное Этот кто-то Даже хочет Повоевать Мне кажется Они уже проезжают Дальше Соответственно Я могу Я могу Вкатить Да Не Хотя Может и слева Кто-то еще Вот здесь Бам Первый пошел Три секунды Второй пошел Едет еще Промазал Эй Обрати внимание Сделано в Германии Еще один Четвертый Пятый Откуда Вас здесь Столько Стоит Подсматривает Такой На своем Шведском Корыте И умирать Не хочет Самое смешное Что Я еще Не попадаю Потому что У 37 Миллиметровки Есть некоторый Разброс Но Вдоль По реке Хотя Наверное Мог Для меня Быстро И не очень Красиво Кончилось Ты кто Такой Командир Радиатор Блин То есть Ничего Серьезного Я ему Не выломал А Сейчас Я умудрился Без урона Его пробить Ну С другой Стороны По моему Он Не особо Хотел Сопротивляться Там Кто-то Едет Еще Вот так Сделаем Где Где Так Хватит Дымить Вонять Не вижу Ничего Я ничего Не вижу Зачем В этой игре Столько Дыма Прекратится Это количество Дыма Или нет Он Будет Убивать Третьего Панцер Он Проехал Вообще Дальше Или Откуда Настолько Просто Уже Потерялся Настолько Ничего Не вижу Ну Даунов Шатал Давай Разворачивайся Несмотря На то Что М3 Стиво Быстрый Не Слишком То Быстрый Он Мимо Проехал Меня Пщадить Что Ли Решил Или Просто У него Тактика И он Ее Придерживается Я Не знаю Он Умер Или Он Уехал Или Он Уехал Мертвым Да нет Мне кажется Его просто Вшатали Давайте Захватим Точку Потому что Раз Все За Противником Надо Держать Городские Тогда Иначе У нас Будут Определенные Проблемы Панцер Стоит Расчинится Может Он Его Как-то Поковырял Так Ну Будем Надеяться Что Здесь Еще Не Появилось Врага Который Нам Шатает Да Панцер Второй Стоит Посматривает По нам Стреляли Видимо Отсюда На их Пришибли Красота То есть В целом Мы Мы Защитили Свои Рубежи Хотя Враги Здесь Еще Какие-то Есть Но Шансы Их Увидеть Довольно Призрек Наличие Врагов Здесь Такое Тоже Легко Слишком Опровержимое И Вряд ли Доступное Для нас Но Надо Искать Врага Поехали Поехали Умирать У нас Еще Есть Если Что Самолет Зенитка Танк Самолет И Все О Нормально Его Попробивали Так Бодро Летать Больше Не Будет О Самолет Сбит А мог Бы Еще Летать И летать Но Решил Сдаться Покажи Же Силу Духа А Никакой Силы Духа Не Было Это Была Сила По Духе Ой Ты Кто Такой Ну Видимо Кто-то Кому Очень Не Везет По Жизни Произошла Акомодация Опа Выше Брать Надо Бам Бам Красиво Взрыв Боекомплекта То самое редкое Когда умудряется Даже Танк Без Возможностей Нанести урон Нанести урон Потому что Боекомплект противника Играет с нами В одну игру Кальмара Да Так Механик Водитель А теперь Стоять Умирать Нет Не хочет Ой Вот это Я вовремя Отъехал Еще бы урон Получал он Было бы прекрасно Откуда он По мне Стрелял По мне Сзади Союзник Что ли Накидал Ну так Для бодрости Духа Видимо Да нет Сверху Видимо Невидимо Или вот он Здесь стоит За скалой Не ясно Ну Шансов пробить С двадцаток С такого расстояния У него Немного Так что Можно Немножечко Расслабиться Но только Совсем чуть-чуть Конечно А Ну все Противники Позаканчивались А я Десяток фрагов С собой вынес Да нет Тут где-то БТ-5 Или это он С респа Его вшатал Я просто Потерялся Во всех Во всем Многообразии Наличия И отсутствия Противника Так Критические Повреждения Хлоп А Попадание Да ладно Опять попал Из пушки А самое главное Без урона Это ли не смех Это ли не грех Это Это этот Наверное Флагпанцер Что ли А нет Это побил Видимо Это побил Каким чудом Я его натанковал Это вот Вопрос Конечно А Это нифига Не побил Это хрень Какая-то Кто вообще Такой Ладно Он остался Догневать На полях Сражений Это летит Все еще Вот тот Живой самолет После того Как я его Из пушки Пробил Всем остальным Слушайте Походу Серьезно Он все еще А я бы Предл Ооо Еще одно Попадание Из пушки Да умрешь Ты или нет Две болванки В самолет Вонзились Он дальше Летает Ему В целом Как-то Фиолетово На все Правила Этого мира Что после Попадания Болванок Должны Происходить Какие-то Изменения Конструкции Не слишком Позволяющие Ему Летать Ну У него Свое мнение На это Что-то Казалось И все еще Десятерых Игра Не дает Мне сделать Много Фрагов Они все Просто Как-то Все Бам И все Они все И все И кончились И я не успеваю Доехать до Респауна Но это Кибербуллинг Я считаю Это просто Кибербуллинг Но с другой стороны Эх Хороший танк Это М3 Стюарт Как ни крути Я думал Что Невысокий Или небольшой Урон Для него будет Помехой Но ему Вообще плевать Как я и говорил Совокупность Скорости Его защищенности Возможности Стрелять С небольшого Хода И при этом Еще и иметь Вот эти вот Зенитные пулеметы Крупняшки Или не крупняшки Это уже не так важно На самом-то деле Делает его просто Великолепным Для того Чтобы нагибать Поэтому если хотите Что-то Что легко Можно прокачать И на чем Можно поучиться Чутко играть И в свое удовольствие Это сделать То вот Что-нибудь Такого формата Надеюсь Было интересно Понаблюдать За этими приключениями А я пойду Найду для вас Еще что-нибудь Такого формата Всем удачи И до новых встреч